всем доброго утра вот ночью я записал ролик спасибо за ваши комментарии с утра решил тоже перед тем как поехать на работу с утра ветер очень сильный ветер хотя очень тепло но ветер сильнейший в анталии сегодня вот при тем как на работу пойти вот комментарий моего подписчика про менталитет нашего юга людей и анталии чем они отличаются но вообще-то сами ответили на этот вопрос но я просто хочу сказать что я все-таки там четыре года прожил как две большие разницы как две большие разницы понимаете краснодарском крае про краснодарский край есть знаменитый такой блогер он раньше телевидения вот я уже не помню это фамилию он снимает очень много таких роликов про самострой про все это да там своеобразный менталитет понимаете там вот например для меня когда я уже успел пожить кроме томска и подмосковье с подмосковья когда переехал сочи для меня это был вообще шок хотя подмосковье тоже вот как-то это своеобразный такой менталит они отличаются от сибирских вот это сибири люди какие прямые такие вот мы-то привыкли по закону все таки поэтому говорят же вот москве только закон не сдали а в томске уже применяют тот же день понимаете томске уже тот же день букву букву применяют серьезно вот а вот я подмосковье прожил там более такое это свободное как бы это да вот но вот когда в сочи переехал там совсем другое там совсем другие как говорится это и вроде законы те же самые но я имею вид официальном уровне да вот но выполнение этих законов совсем по-другому понимает там все это самое связано вот кумовство друг другом вот такой вот понимаете там я живу там даже работа старшего дворника старшего дворника уже по знакомству даже дворника даже по знакомству вот поэтому вот я еще одну вещь заметил да вот коренные сочинцы которые всю жизнь там живут четвертом пятом поколении да у них совсем другой понимаете характер они более такие вот я бы сказал добрые как-то это самое а вот как мы привыкли по наехавших то вот особенно из сибири из дальнего востока совсем и из абхазии и северная из южной осетии после южно-осетинского они переехали у них совсем другой менталитет понимаете вот когда вот я посмотрел это самострой да вот везде самострой 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 который узаконен и вот это да судами которые могут другими решениями судов запросто люди без квартир может без жилья буханом миллионы миллиарды короче денег вот и вот вот это застройщики кавычках возьмем но они все вот приезжие в основном самих сочинцев коренных там почти нету все это самый приехал как как бы на заработки как на вахту понимаете вот у меня три знакомых трое знакомых были строили которые вот такие самострои ой они там крутые себя считали там чуть ли не на бентли ездить и они все были из гагры из гагры они были все из гагры вот они и они там офис арендовывали там шикарными названиями такими вот и вот там бесполезно вот что-то сказать вот самое вот давайте у них свой закон на все у них свой закон вот и вот по наехавшие вот таки да они более такие злые более злые как бы это сами скажем да потому что наверное все таки наложила отпечаток того что люди приехали с надеждами надежды не оправдались деньги в буханы большинство продали у себя там квартиры дома машины вот я до сих пор помню одна новосибирская семья приехала новосибирская продала как четырехкомнатную квартиру подземный гараж машину и они почти гостинку там купили новостройки там короче жилая площадь называется вот большинство это так так и продается жилая площадь все жилое помещение то есть вот например 15 этажей дом построили по жилым помещением потому что статус квартирами даже если статус квартирами и то они как бы самостроить все равно и вот они купили 31 квадратов я до сих пор помню 31 квадратов жилья вот у них ребенок все и он хороший сварной мужик сварщик она учительница в школе и вот когда они покупали эту квартиру деньги они отдавали они там не было собой они за все это за это около четырех с лишним миллионов было вот они купили она плакала вот я буквальном смысле она плакала вот она сказала что мой год там все продали и четырехкомнатный квартир с вещами вещи газа копейки машина квартир вот это все все а он был супер такой это самое сварщик мужик и вот прошло где-то он то сказал что ягод здесь работу много сказали ягод сварной и вот он я его видел где-то буквально через полгода где-то около это прошло вот так мужика богдан его зовут вот грустный вообще апатическом настроении ягод ну чё богдан работает какой работа там гад нанимает кидалова там гад нанимает кидалова тут гад нанимает кидалов ягод новосибирск гад больше гад зарабатывал нафиг ягод сюда припьерся ягод чё сейчас я цены квартиру гад выставлен на продажу но мы не можем гад тебе деньги больше приходит гад это риэлтор риэлтор молодые девушки г мыгод хотя бы говорю продать гад за четыре гад за то что продали мы хотя мы за это четыре год новосибирск только от квартиру же не купим свою обратно мы за копейки и вот год мои за четыре хотим а эти год сверху ставит еще 2 миллиона говорит ягод ну выставили бы ягод сами продали нет как не можем потому что они заставили нас договор заключить а мы тоже год выставили год баннер хотели сами тут как тут они появились гад и все говорит мы не можем год продать квартиру мы каемся год ходим гад и жрать говорит же нечего не с чего вот и они были под 50 лет у них не было пенсии мы не знаем горна что гаджи и таких я много видел там очень много знаете там вот тоже сработал вот такой вот интернет мошенничество даже без сказал вот сделали вот такие я открывал короче вот это продаю вот квартиры там туда-сюда сайты квартиры это и тут же такие комментарии как и смачные понимаете хорошие мы с мужем купили от типа такого мы с мужем купили квартиры буквально на следующий день я нашла работу 50 тысяч рублей и муж тоже нашу работу высокооплачиваемую понимаете вот люди вот например 10-15 это создает ников вот это и давай сами вот и люди смотрят о действительно там сочи работа наверно полно и читает комментарии сами себе создают сайты сами себе создают комментарии понимаете и люди верят во все это туфту все короче домом продают и вот этот богдан как я бы лучше богатся этими деньгами у меня 100 тысяч долларов год было гостей потому тогда 33 рубля было вы богат лучше богат в германию куда-нибудь году ехали богат с этими деньгами там бы жили бы чего здесь потеряли так вот и вот теперь по ценам да то же самое вот на примере здесь здесь столько рынков до каждый вот сегодня вторничный завтра средней будет завтра четвертичный и утром например одни цена хотя цены и так хорошие вечером короче вообще можно бобро солнце там такого вы не увидите там 1 2 рынка все там цены устанавливают те которые десятый посредник он уже через десятого посредника все просто поэтому дешево там быть ничего не может априори почему потому что тот же самый который вырастил яблоки да те же самые которые вырастили клубнику они не попадут на рынок сами никогда как здесь он с полей прям пришел и здесь прямо и продаю попробует там попробуй у меня знакомый работал александрия там есть место которое сочи там рынок построили шикарный такой олимпиаде у меня знакомый там работал маленьком местности вместо вот такое место маленькая он платил за это 45 тысяч рублей в месяц это когда долго стоил 33 рубля а я буду тучу я был более за это угли он врачу делать вот поэтому госи ну вот такие знаете и вот я ехал однажды из краснодара в сочи там есть такая место проезжать сады называется там яблочные сады там вот эта станция там еще это и там вдоль дороги стоят ведра в яблоками да тогда яблоки в сочи стоили мен не меньше 40 рублей и вот большой такой ведро 20 рублей что ли было вообще копейки такие яблоки и стоят короче продают узбеки ребят вы чего в откуда как мы с бухары и крово чё здесь яблоко а мы здесь садах отработаем казаков а сами казаки где-то они когда нам дают как мы работаем он нас нанимает о том чтобы год нам денег не платит мы готов нам говорят сам продать яблоки сами себя это 20 рублей было большое ведро там было где-то килограмм 5 точно вот 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 это же яблоки попробовал бы вот например тот же самый фермер привез бы на рынок ничего подобного вот понимаете я там видел еще смешное что видел вы наверно никогда не слышали слова жилой гараж ой жилой гараж это дорогие мои это не то что вы думаете например просто гараж утеплили живут нет жилой гараж 5 6 этажей а то и 10 внизу гараж как гараж сверху вот так сделано и вот это вот шикарными квартирами 20 30 квартир и все на продаже проданы уже и подключены канализации электроснабжение все жилой гараж и что самое смешное даже свидетельство права собственно дает жилой гараж жилое помещение жилом гараже и даже прописку ставит оказывается жилой гараж такой-то такой-то человек это вообще не что нигде вы по всей россии не увидите что жилой гараж был да не только по всей россии да мне кажется и мире нет чтобы в жилом гараже до квартиры продавали а там есть а там есть понимаете и вот например прежде приезжает хочет куда-то например устроиться ничего подобного чужаку там работу не дадут никакую работаем там все схвачено все схвачено уже везде все места все все уже давно уже это тем более там чё там курортный городок-то маленький и вот многие едут для того чтобы там море купаться до море купаться скажу вам честно я четыре года там жил из четырех лет может быть я раза 45 искупался это мне пришлось поехать в сторону головинки там найти дикий дикий пляж чистым этом и там купаться сами сочинцы представляет живя около моря вот вот можно один-два раза купается и все это прежде который приезжает покупает вот этот самострой да и сразу собачку в руки такой это самое зонтик в руках и пошли в сторону моря кайф они считают они в рай попали то но этот рай не продолжается долго отсюда один сезон потом уже надоедает работы нет ничего не цены большие вот вообще сочи не рассчитанно на такое количество людей на такое количество людей там нет ни промышленного это ничего нет там авторим завод есть это уже все уже там по моему там ничего и не выпускали ну что там еще и больше ничего нет одним магазинам маркет и все которые уже или принадлежат богатым таким или же сами знаете кому о транспорт машину машина парковать негде даже в квартиру купили парковать негде парковка есть даже парковку есть дома продают квартиру по сама парковка стоит стоимостью как сама квартира но вы вышли парковки купили ну дальше что вам же надо по городу двигаться черепашьим шагом вот где-нибудь не дай бог весь весь день запрещено эвакуатор работает супер вы не успеете отойти от своей машины эвакуатор ваш машин заберет это тоже потому что бизнес а потом идите выкупать свою машину там даже маленькой машины невозможно невозможно вот так вот это везде гористая место с в основном ровной площады очень мало везде ногами гористая местность идти даже построен дома таких местах вот высоко идет пешком вот особенно тмирязево там вообще нафиг идешь идешь там еще пластунская ой там много так макаренко вот идешь тоже наверх 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 везде там горы понимаете горы 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 горная сторона идет по нас по застройкам по закону это не должно быть по сейсмическим соображениям по сейсмическим соображениям нельзя там такие высотки строить огромные высотки строить что делает когда договариваются все все узаканивает сейчас же не те времена когда нет и все да ты вот миллион дай никогда даже не парни от такого нет есть деньги ты получишь от гиде разрешение построить но что самое смешное ты отдав деньги построить другой придет отменит это решение еще с другим придется договариваться а если тот уже сделал продал квартиру ушел этот застройщик уже головная боль этих жильцов которых самих же оставляет по самих собой со своими проблемами а что они потом делают постоянные собрания и в этих собраниях постоянно грызня друг другом разборки сбор денег вот сегодня на электричество надо дать вот сегодня надо то что вода потому что все незаконно подключено понимаете незаконно подключено ну и что что у закона не по незаконно не рассчитанно вот этого она на 3 тоже рассчитаны а там 12 же стоит но не потянет по-любому не потеря большинство умудряется у себя там вот этих самостроек рядом ставить свои тпшки трансформатор на насосы но это тоже не помогает не выдерживает электрическая система не выдерживает такого вот потребление электричества потому что они рассчитаны на такое по идее там надо построить атомную электростанцию чтобы на на все это самострои хватило самой сочи надо построить атомные электростанции несколько мегабайтов вот тогда сочи будет везде свет метод понимаете же не рассчитано вот на такое это вот это самострой вот такие до 12 вот на такую трубу засаживают когда надо вот такая труба туда и на канализации на все потому что он то рассчитан вот на такое это а узаконено вот так им 12 этажей понимаете и вот на эту трубу засаживают и канализацию воду у некоторых даже вот высотки построили септик стоит это обалдеть а застройщику чё он продал ушел на даже сами местные вот я разговаривал местные которые давно уже живут армяне да они более такие эти сочинские армяне вот я у меня был один знакомый короче дед так он говорит во что вы превратили это невозможно это уже не тот сочи во что превратили всю гад понасадили это нельзя да тут только вот так вот это стройку и у него кстати домик такой был у этого деда и у него за это доме почти 2 миллиона долларов давали чтобы на этом месте строго не продавал он не продавал вот такие вот дела дорогие мои так что здесь совсем друг здесь законы вот в анталии законы и цены тоже человеческие здесь можно пойти на рынке договориться торговаться купить там не поторгуешься отверт так отшибут то мало не покажется вот а здесь можно поторговаться еще самое главное покупая собственность вот и сочи допустим да вот это самостроек вы считаете что вы деньги бросили просто в воздух просто в воздух любой момент который я же еще раз говорю что решение других судов могут аннулировать все это и все здесь нет такого здесь вы купили квартиру хоть через 100 лет приезжайте она будет у вас стоять да вы даже неважно от какой вы страны неважно тут нет такого это же с россия это нет вы собственник кто бы вы не не были это свято вот понимаете вот чем разница это если хорошо вот иметь терпение дождаться гражданство получит гражданство ничего не нарушив ничего это вы можете здесь или строить свой бизнес и работать можете это все будет потом уже зависит от вас понимаете все будет но вот эти вот пять лет выдержит еще два года пока рассмотрение пока туда все вот это конечно это это очень трудно но я вот лично и вам доказал и себе доказал что это можно это можно сделать если у человека есть цель определенная если у человека нет цель фигра там фигра туда у меня очень много друзей и здесь есть который когда мы тоже хотим граждан но они для этого ничего не делают хотя свободно же 2 год нам ездит куда это все надо соблюдать здесь очень много так и как соблюдать надо да есть вы еще большинство сюда приезжать со своим машинами я просто говорим если вы приехал на пмж зачем вы свою машин сюда тащите если конечно вы приехали на полгода тогда можно на год может хотя на два года здесь можно ездить но с этой машине со своей огромные проблемы огромные проблемы да здесь машины дорогие но купив здесь машины вы можете его здесь и продать уехал понимаете а перевезя сюда свою машину при выезде у вас самолетом чтобы вылететь надо ставить на таможен это при выезде за ездить еще водительские права полгода вы можете ездить через полгода и выезжать заезжать это самое обязательно не машине а самим надо чтобы они сразу определяют вы выезжали заезжали очень очень много таких права надо менять если вы приехали сюда на пмж менять свои права водительские чтобы не были на турецкие это очень легко если конечно они не куплены ничего это до определенные процедуры пройдете медосмотр там все оплатите пошлину но вы будете спокойно на них ездить и не надо никуда заезжать выезжать я лично так решил я здесь и машину купил хоть и мотизик маленький уже пять лет езжу вот как мне недавно один россиянин сказал молодой парень у него хорошая такая машина из россии вот мне бы лучше бы горит мотизга чем чем это вот это бандуру хотя привез год я уже год полтора года сникать мучить меня как будто как баллазгат себе привязал год и все поэтому когда приезжаете надо сразу у вас цель должна быть для чего вы сюда приехали если же значит надо жить чтобы и получить гражданство и все если не хотите гражданство но все равно надо стараться делать так что упростить свою жизнь вот упростить свою жизнь это документы машина все вот это вот права документы упростить свою жизнь надо старыми не отягчать свою жизнь а упростить понимаете здесь можно шикарно же есть лежит по тем условиям который живет местный народ местные люди живут и дешево можно же и хорошо можно же но если вы от народа куда приехали будут абсорфироваться вот так вот да подальше а жить в своем комплексах вот и тогда на ваших комплексах вас денег надолго не хватит на год на полтора все от силы даже большие запасы если у вас конечно оттуда не идет хорошие деньги откуда приехали а среди простого народа жить вы и по средствам будете жить и язык вы учите и менталитет вы учите и друзей будет у вас много которым вы можете любой момент обращаться вот так что вот такие дела здесь от себя людей не отталкивают от себя людей не отталкивают на хорошего человека хорошим приветствием всегда нормально относится в сочи у меня сосед был тоже с дальнего востока переехавший вот и один раз короче утром просто с ним поздоровался здрасте так сделали все молодой парень а как дела он глаза так и сделано меня а вас сильно интересует чем мои дел и какие у меня дела я обалдел короче для я был как шок и от того что я вот такой это знаете я же говорю на все это самое там я же город народ уже злой и уже не знать на ком это вывести а на ком можно вывести на своем ближнем понимаете на своих ближних таких же как и это самое как и они сами приезжих приехавших вот здесь нет такого здесь конечно если вы недобросовестными нашими соотечественными свяжетесь как мне говорил в 2014 году один мужиком елисей из новосибирска русский он сейчас в анкаре живет он получил гражданство все с академгородка я ему сказал елисей хочется по-русски где-то посидеть я говорю самоваром чай попить баньку сходить наше он на меня посмотрел ну так и скажи-ка что тебе на задницу приключения надо я говорю что тебе спокойная жизнь тот же день закончится когда ты с нашими будешь иметь дело или здороваться или как-то пообщаться очень мало из 100 процентов один процент нам это как рулетку играть хорошие остальные друг друга готовы вот так вот жрать я в этом убедился через пять лет сами знаете прошлом канале что со мной натворили что за мной натворили они считаете меня убили я уже заново понимаете и эти люди спокойно на свете живут им и у них и совесть не мучает и кошмары не снятся вот таких полно полно здесь понимаете он не сказал турком буду жить будет как в раю иметь друзей гортурка местными общаясь за дружи говорит и действительно пять лет я жил как в раю но за ними не мелко так как это когда соседями да это ерунда но у меня друзей это было очень много и сейчас есть друзья вот гром гром гремит ну ладно всех вам благ хорошего вторника